Здравствуйте! Это программа «Знающие люди» в студии Евгений Павлов и сегодня я представлю наших гостей. Ольга Порошина, заместитель начальника отдела капитальных вложений Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Елена Бахтаирова, доцент кафедры государственного управления и управления человеческими ресурсами Байкальского государственного университета. Ольга, вы выпускница Байкальского университета, выпускница недавняя. Расскажите, в чем сегодня заключается ваша работа, как вы нашли в структуре правительства Иркутской области свое место, чем занимаетесь? Мой отдел занимается управлением в области градостроительной деятельности, реализацией государственной политики в отношении объектов социальной сферы, которые находятся в гособственности Иркутской области. А также осуществляет взаимодействие с органами власти, с органами местного управления, общественными объединениями, госучреждениями и самими гражданами. Вот скажите, все равно же человек, наверное, в ходе обучения в университете, он решает, в каком направлении он будет дальше себя реализовывать, работать и так далее. Но кто-то в бизнес хочет, например, своем. Вы выбрали именно государственное муниципальное управление. Почему? Ну, вот такой выбор был сделан. Вопрос интересный. На удивление, после получения диплома я пошла сразу в коммерцию. Ну, так получилось, что позвали. Решила попробовать. Думаю, интересно, это я закончила госуправление. Попробую себя в коммерции. Поняла, что мое образование, на самом деле, настолько универсальное, что я себя вполне комфортно чувствовала и в коммерческой организации. Но поняла, что мне не хватает стабильности, хотелось бы там роста как-то. Для девушки, мне кажется, стабильность это довольно-таки важный фактор. И пригласили меня на работу в Министерство строительства. С удовольствием приняла это предложение и очень рада, что работаю в этом месте. Очень мне нравится. Поняла, что как раз мое образование помогает. Ну, это всегда хорошо, когда человек находит. Я, знаете, хотел спросить. Вот как раз об образовании. Вы условно пришли к готовым специалистам или пришлось доучиваться, пришлось там дальше, ну, то есть какие-то навыки получать, способы и так далее. Вот как получилось? После окончания мы выходим, как будто такие стартовые, да, управленцы. То есть у нас есть база, мы понимаем, как устроена, да, вообще работа в органе, работа с другими органами. Вот это все взаимодействие. Но не хватало, наверное, знаний именно из-за сферы, то есть вот стройка. Строительная. Да, да. То есть ты вроде в общем понимаешь, как управление устроено, государство муниципальное. А вот конкретно стройку нет. Вот этого не хватало. А так, ну, все равно приходишь, на практике уже отрабатываешь свои какие-то навыки теоретические. Хочешь всех применять. Елена Александровна, вот я тот же примерно вопрос хочу вам задать. Наверняка вы же очень многих студентов выпустили. И, ну, вот как они по отзывам говорят, вот та база, которую они получают в Байкальском государственном университете, позволяет ли, ну, вот сразу приступить к работе? Или, ну, вот человек приходит и не понимает вообще, куда он попал и что ему там дальше делать? Ну, вообще действительно, конечно, мы больше ориентируемся на то, чтобы дать универсальные знания, которые применяются в разных сферах. И вот мы не делаем акцент действительно вот на управление или на экономику. Мы понимаем, что современное государственное муниципальное управление, это настолько многоплановая сфера, да, что здесь должны быть абсолютно все вот навыки, все компетенции должны быть развиты. И вот наша программа учебная, она построена таким образом, чтобы были охвачены и управленческие компетенции, и экономика. И вот также хочу еще отметить, что вот наши преподаватели, преподаватели нашей кафедры очень тесно взаимодействуют с органами государственной власти в том плане, что являются независимыми экспертами, участвуют в работе конкурсных аттестационных комиссий и на самом деле не понаслышке знают о том, какие потребности и в кадровом плане, и вот в плане, чем именно занимаются эти органы. И вот, ну, будучи такими вот, ну, вовлеченными в деятельность, действительно, реальных органов государственной власти, затем используют вот все эти потребности, да, сразу же в своей преподавательской деятельности и вот делают акцент именно на то, что сейчас актуально вот в деятельности наших органов. Я, знаете, хотел спросить, есть ли какой-то печень, ну, выпускников, которые вот прямо, прямо молодцы у вас, которые каких-то должностей добились, или о которых можно сказать, о, вот, его-то я учил, ну, там можно гордиться. Очень много таких выпускников. На самом деле, вот, знаете, когда вот студенты учатся у нас в институте, и пока они еще вот получают обучение, образование, они уходят на практику, они приходят, да. Очень часто так бывает, что они сходят на практику, приходят и говорят, ой, мы думали, будет по-другому, да, вот как мы найдем или не найдем свое место. Вот сейчас вот буквально недавно вспоминала, как вот мы с Оленым потоком об этом тоже разговаривали, да, с ребятами. И я тогда говорила, что все наши выпускники свое место находят. То есть все находят, все приходят, пусть не сразу, ну, действительно, но никто не ждет сразу же с дипломом, да, кого-то. Чтобы министром поставили, да, условно. Но постепенно все равно люди находят себя, делают карьеру, и вот у нас есть сайт нашей специальности, и там у нас есть галерея наших выпускников, очень много наших выпускников, и выпускников бакалавриата, и выпускников магистратуры, те, кто действительно вот сделал карьеру, и вплоть до того, что и в Москве есть наши выпускники, и в министерствах, и, в общем, очень много людей. И все нашли свое место. Вот это вот, конечно, вот факт есть факт. Ну, это главное, что человек не просто получил диплом, и потом не знает, что с ним делать. Вот, Ольга Владимировна, о вас хотел спросить. Из тех знаний, которые вы получали в процессе обучения, вот, ну, что самым ценным, наверное, считаете? Самым ценным? Ну, что больше всего пригодилось? Ну, мы говорим не про предмет. Вот, вот, как вам понравится? Может, не знаю, может, это внеучебная деятельность какая-нибудь была? Может, лекции? Может, какой-то преподаватель, который больше всего дал? Вот, ваше дело, что ответить сейчас? Ну, если касаемо учебы, то для меня наросам ценным это была практика. Попробовать свои какие-то полученные знания, да, применить на практике. И понять вообще, где, допустим, я там что-то не дотянула, что мне не хватает, что подучить. А если брать внеучебную деятельность, которая, я считаю, что во многом помогает раскрыться человеку, потому что мы все равно после школы приходим, ну, такие нераскрытые, не понимаем, кто мы, что мы вообще, потому что нам специально все равно рекомендуют родители. И пока мы учимся, мы пробуем мое, не мое. И вот внеучебная деятельность помогает раскрыться. Ну, вот вы чем занимались, кроме лекции? Ну, конечно. На самом деле, как бы для себя я ввела достаточно активную внеучебную деятельность. Мы пробовали организовывать различные мероприятия на уровне кафедры, на уровне, так скажем, как это обозвать-то? Института? Нет, не института, раньше называли их, вот где несколько кафедр входит. Ну, ладно, назовем это на три кафедры мы делали, одно какое-то общее мероприятие. Ну, и участвовала в мероприятиях, которые провели студорги, профсоюз. И везде пробовала себя, реализовывала. И очень благодарна университету за это, что была такая возможность. Ну, то есть помогло, да, в плане даже умения коммуникации потом налаживать и так далее? Да, 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 прям колоссально помогло. Я тоже, вот, Елена Александровна, вас про это хотел спросить. Вот вы говорили про большую галерею успешных выпускников. Вот если, допустим, а то сопоставить, что человек вот только учился, ходил, ну, условно, вот кроме учебника ничего не видел, а другой, ну, и пел, и танцевал, и условно там в КВН играл, и там еще какими-то занимался интересными мероприятиями. Вот какие на самом деле оказались более успешными? Знаете, я хочу сказать, что вот вообще интересен вот факт нашей специальности. У нас нет таких студентов, которые только учатся или которые только занимаются. У нас на самом деле это невозможно. То есть, ну, у нас на самом деле очень большое требование и по обучению. То есть нельзя забросить учебу и заниматься только общественной жизнью. Это невозможно. Абсолютно Оля подтвердит. То есть обязательно нужно заниматься всем. И они справляются, и у нас нет таких, кто только учебой кто-то занят, а кто-то занят только общественной жизнью. И вот сейчас, к сожалению, вот время пандемии, да, и у нас не всегда получается проводить такие вот какие-то мероприятия. Но тем не менее, как только у нас возникает идея, вот у нас преподаватели кафедры всегда придумывают разные такие вот интересные мероприятия. И вот в этом году, ну, вот в этом текущем году, в 21-м, да, у нас был концерт, посвященный 9 мая. Это уже второй раз мы его сделали. И у нас, к сожалению, его не получилось провести в 20-м году, когда мы хотели его, ну, к юбилейному году провести. Но когда только идея появилась на кафедре о том, чтобы провести это мероприятие, это курировала наша преподаватель Наталья Сергеевна 9-го, у нас в полном составе все группы, все, все вышли, все там приготовили номера. И они сами все это сделали, понимаете, настолько вот интересно им это все, ну, ребятам. То есть они сами друг друга как бы активизируют, и там нет вот чего-то, ну, то есть там идет движение постоянное, вот в группах постоянная там какая-то активность, работа. То есть никто там, ну, не остается где-то в стороне, все взаимодействуют постоянно. Вот это вот тоже здесь у нас. Знаете, у меня еще один вопрос, вот сейчас есть такое мнение, что учиться надо вот всю жизнь. Да, согласно с этим. Вы вот диплом получили, на этом остановились или есть какие-то планы, то есть как вот дальше? После бакалавриата сразу пошла в магистратуру, сейчас перерыв, перерыв. Но если только вот в деятельности органа, ну, правда, мне не хватает каких-то знаний, и думаешь, что отдохну, и все равно пойду дальше учиться, какие-то курсы. Именно по строительной части, да, чтобы себя... Да, для работы, я даже сказала, что это необходимо мне, но хочется, чтобы как вот в университете была внеучебка, чтобы еще какое-то хобби было, и про это не надо забывать, потому что оно тоже помогает как-то. Ты лучше соображаешь на работе, когда отвлекаешься. Согласен. Вот я тоже, вот надо ли учиться всю жизнь, вот ваше мнение? Конечно, надо. Тут даже речи быть не может о том, что мы получили образование, и на основе этого образования живем. Дело в том, что вот наша сфера, государственное муниципальное управление, полностью же регламентируется правовыми актами. А правовые акты... Которые меняются постоянно. Это живой организм, они же меняются, ну, не потому что это чья-то прихоть, а потому что меняется наша жизнь, естественно, что в ответ на эти изменения меняется и правовое поле, и, соответственно, меняются учебные программы, и, соответственно, все вот эти вот проекты новые, да, которые, и госпрограммы, и все вот это вот, все это происходит, и, ну, конечно, нужно учиться. Еще у меня, знаете, такой вопрос, это связь с альбоматором. Ну, то есть, условно, вот вы закончили, поддерживаете ли с преподавателями, еще с кем-то связь с университетом? Да, поддерживаем, стараемся как-то общаться. Может, сейчас это не сильно ярко выражено, но все равно интересно просто даже порой повидаться со своими преподавателями, поделиться каким-то мнением, опытом. Все равно мы работаем там, да, мы видим это с другой стороны, и нам интересно мнение наших преподавателей, и чтобы они нам что-то посоветовали, то есть, как они видят. Вот, потому что это две точки зрения разные. У меня тот же вопрос, часто ли общаетесь с выпускниками, насколько вот эта связь хорошая, помогает ли она, может быть, каким-то образом или скорректировать, или улучшить образовательный процесс. Ну, то есть, они, например, приходят и говорят, знаете, Лена Александровна, а я вот этого-то не постиг, например, в процессе обучения. Может, вы это тоже будете на лекциях? Есть такие моменты или нет? Или они на все готовые приходят? Я с таким абсолютно никогда не сталкивалась, я скорее сталкивалась с другим. Вот с такими формулировками, что вот, Лена Александровна, мы когда у вас учились, думали, да мне это никогда не пригодится, а когда мы пришли на работу, оказалось, что нам только это и пригодилось. Ну, в общем, не скажем, что только это, но это, в общем, пригодилось, и даже очень. Вот это скорее, да. И вот в плане нашего взаимодействия кафедры с нашими выпускниками, я бы здесь отметила, что наши выпускники, они идут потом на госслужбу, и когда им нужны молодые сотрудники, они обращаются именно на нашу кафедру. Они обращаются, ну, в первую очередь, к своим руководителям по дипломной работе, да, они обращаются просто на кафедру, они приходят и говорят, вот нам нужны молодые выпускники, и, в общем, наши выпускники, когда вот они идут на практику, очень многие потом остаются там работать. И вот у нас тоже такая практика существует на нашей специальности, вообще в нашем университете, что у нас нет какой-то одной практики, что студент сходил там, что-то он понял мое, не мое, там, может, разочаровался или что-то еще. У нас есть несколько практик. И вот наши студенты один раз идут на практику, они сначала ознакомительная такая учебная практика, и она действительно учебная, то есть они действительно там первый раз видят что-то. И потом уже, когда второй раз они идут на практику, они уже более осознанно, более осмысленно идут, и уже вот пишут потом на основе этой практики выпускные работы. Эти выпускные работы очень хорошие такие предложения. Вот у нас в нашей государственной дистанционной комиссии председатель это Зоя Андреевна Масловская, она претендент нашей ассоциации мэров, и она каждый раз, вот она просто, вот Голя, да, это было, она говорит, ну настолько проекты живые, что вот их можно брать и просто вот брать и внедрять. И вот, ну потому что это факт, да, потому что все в ногу со временем и в ответ на запросы нашей сегодняшней жизни. Знаете, вот я хотел спросить, Ольга об этом говорила уже, то есть условно вы готовите управленца, но даже если это для госорганов управленец, то там широчайшее поле деятельности. То есть есть Министерство строительства, есть Министерство культуры, например, или Министерство спорта, или экономики. Ну то есть это абсолютно разные вещи, ну и то есть вот так вот если подумать, ну как можно вот для любого из этих подразделений подготовить человека? Вот расскажите мне об этом, пожалуйста. Здесь, конечно, здесь есть определенная управленческая технология, да, есть базовые компетенции, да, есть те навыки, которые вот нужны действительно для того, чтобы потом уже самому, ну, получить новые знания. То есть базовые знания по экономике, по управлению, это та канва, так сказать, да, это то есть тот каркас, на который потом вот можно абсолютно любые знания и добавить, и практику туда же, да, и в общем, и критическое мышление, да, и все, что вот нужно, да, в общем-то, в процессе обучения. Очень большое здесь идет, знаете, идет, ну, большая работа по использованию различных примеров. Вот, ну, как это называется, кейсы, да, это различные такие практические ситуации. И вот, когда, значит, наши, ну, студенты изучают какие-то дисциплины, они, ну, действительно реализуют какие-то реальные управленческие, ну, технологии, которые, ну, потом, ну, которые на самом деле ну, реализуются в органах власти. В частности, например, у нас есть такая, ну, деловая игра, которая проходит на третьем курсе, это выбор мэра. То есть полностью вся вот эта вот, весь этот процесс выборов мэра, они весь его проходят от и до. И они понимают изнутри, что это такое, да, и уже потом, в общем-то, при, ну, встречаясь ну, с какими-то подобными вопросами, они уже могут, ну, на ту базу уже любые абсолютно и знания, и навыки, и опыт, и все применить. У меня, в принципе, все вопросы, знаете, я хотел вас попросить в конце нашей беседы об одном. Какой совет вы бы дали абитуриентам, которые поступают в Байкальский университет? Ольга, давайте с вас начнем. Если говорить о выпускниках, то им, наверное, важно понимать, что придя они работать на государственную службу, им не будут открыты все двери, ну, там, карьерная лестница, да, как все рассчитывают, что я приду там и буду быстро расти. Она, конечно, бывает быстро, как в моем случае у меня получилось очень быстро. И вот студент приходит, он должен понимать, что он должен себя сначала показать, как-то развиваться, и порой важно соглашаться на какую-то бесплатную работу. То есть нужно себя проявлять, показывать, что ты можешь, что ты научился, что ты знаешь, как это делать. И тогда уже и работодатель к тебе в другом относится. И реально тебе открываются новые возможности, какие-то двери, которые были до этого не открыты. Вот. Ну и, не знаю, ставить перед собой самые незаурядные цели и достигать их. Потому что университет, это, как говорят студенчества, это весна жизни. И нужно пользоваться этой весной и проживать ее каждый день с большим таким наполнением. Спасибо. Елена Александрова, то же самое, ваш совет абитуриентам. Мой совет абитуриентам. Ну, я, будучи уже мамой взрослых, одного сына взрослого и второй подрастает, я вам хочу сказать, ну, хочу сказать нашей молодежи, в первую очередь, конечно, нужно думать о том, что интересно. То есть нужно вот, ну, пока учится в школе, да, все равно вот какой-то круг интересов, он есть у человека, да, но поскольку еще, может быть, ну, не до конца определились, да, ну, я, конечно, буду всех звать к нам учиться, да, потому что действительно наша специальность, она дает такой старт, дает базу, и это универсальное образование и в госслужбе, и в бизнесе, и, в общем, ну, в любой, ну, абсолютно в любой сфере человек может найти себя. И наши выпускники действительно многие делают карьеру в бизнесе, и на госслужбе, и в муниципальном управлении, то есть здесь главное, когда вы выбираете специальность школьники, да, здесь главное, чтобы у вас была хорошая база, то есть база, бакалавриат, это действительно та база, которая вам дает потом возможность дальше расти, дальше развиваться и, в общем, при желании получить еще одно образование, ну, тем более, что сейчас речь идет действительно о том, что надо учиться всю жизнь. Это наш день сегодняшний. Ясно. Большое спасибо за ваши ответы, за то, что нашли время прийти в эту студию. Я напомню, сегодня гостями у нас были Ольга Порошина, заместитель начальника отдела капитальных вложений Министерства строительства Иркутской области, и доцент кафедры госуправления и управления человеческими ресурсами Елена Бахтаирова. Спасибо. Спасибо вам. Я на этом с вами прощаюсь.